Ювелирная компания «Сейн Даймонд» представляет. Кавовый партнер с Италией – Сэдди Козли. Добрый день, Одесса! В эфире телепроект «Люди-бренды». И, как всегда, по субботам мы знакомим вас с новыми интересными людьми, которые своей деятельностью, профессиональной, житейской деятельностью сделали какой-то серьёзный вклад в нашу историю и культуру. Сегодня у нас необычный человек. Это человек, который сделал честь и многим политикам, тем, что научил их одному искусству, о котором мы сегодня поговорим, и многим театральным деятелям. У нас сегодня в гостях доктор искусствоведения, профессор Алибина Петровна-Оченикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Алибина Петровна, я знаю, что вы сегодня главный специалист в Украине по ораторскому искусству. К вам ездят даже из Москвы, из Киева. Все политики консультируются у вас по поводу речи. Да? Да. Скажите, пожалуйста, есть ли такие у вас ученики, вот как в политике, о которых вы сегодня могли бы гордиться, сказать, да, вот он изучил эту науку, и сегодня он хороший оратор? Нет, но я не буду говорить, потому что люди, политики, это люди, которые не хотят называть имена, и, в общем, нет необходимости в этом. Но я хочу сказать о другом. Дело в том, что, в принципе, политики, которые у нас на виду, и видно, кто работает, а кто не совершенствует свою речь. Но, в принципе, вот здесь вопрос интересный. Сразу вспомнила книгу Хайзинга, в которой он писал, Хома Луденс, человек играющий, он писал о том, что вот эскимосы, когда у них были противники, то они созывали всех соплеменников и начинали обвинять друг друга. Причем во время обвинения они должны были петь и играть на барабане. И они могли сочинять друг против друга всякие небылицы, но соплеменники получали удовольствие. Некоторые, правда, спали при этом, но они даже физически, они могли строить всякие гримасы, они дразнили друг друга. Кто-то из них говорил, что ваша жена и ваша теща съели двух соплеменников, и все соплеменники начинали рыдать. А потом, когда произошло, а, и потом выбирали соплеменники, кто победил. Я думаю, что у нас та же картина. Альбина Ильичевна, я очень рада, что вы сегодня у нас в студии, потому что у нас бывают политики, народные артисты, а вы именно педагог, который довели до вершин мастерства свое собственное мастерство, и теперь создаете мастерство речи великим тем же театралам и политикам. Поэтому я сама много раз бывала на ваших уроках. Спасибо вам большое. И все с воспоминанием, вообще вспоминанием фамилии Овчинникова сразу начинают краснеть с большой радостью. Это же Альбина Петровна настолько вообще дает на своих уроках. Поэтому мы сегодня очень рады вас видеть в нашей студии. И сегодня у нас будет просто разговор. Двух женщин, разговор обо всем, чем мы хотим. Будь то о смысле жизни, будь то о педагогике. Вы сами задаете тон вопросов. А для того, чтобы мы начали наш диалог, я хочу показать вам маленькое досье о Альбине Петровне Овчинниковой. Давайте посмотрим. Альбина Петровна Овчинникова, профессор, доктор филологических наук, мистецтвознавець, викладач курсов техника и культура мови, член Національної спілки театральних діячів України, сфера наукових интересів, теорія та історія культури, культурологія, мистецтвознавство. Закінчили Театрально-художній інститут, аспірантуру Гітісу. Є автором понад 90 робіт з проблем риторики та сценічної мови. Проявляючи строгість до своїх учнів, вона прагне до того, щоб їх роботи були доведені до досконалості. У нас час, коли мова так засмічена, коли в теле- і радіопередачах чується безграмотна мова. Справа, яку вона відроджує і розвиває, як повітря необхідно не тільки акторам, але й вчителям шкіл і кожній людині, що прагне не втратити мову Пушкіна і Тургенєва, Буніна і Набокова. Партнер проєкту – ювелірна компанія «Сейн Даймонд». Ну, проблему языка нам сегодня тоже не удастся обойти, это сегодня тоже будет тема нашего разговора. Вот для начала, правильно ли я сформулируюсь и скажу так, что Альбина Петровна Овчинникова делает из «Хомо Сапиенс» человека разумного, человека говорящего, это правильно? Ну, в принципе, цель такая есть, потому что хочется, чтобы все вокруг говорили хорошо. Ведь много, правда, есть много людей разумных, очень умных, интеллектуальных, глубоких, но не умеющих выражать свои мысли, а вот сама речь – это как бы украшение разума. Но дело в том, что качество речи зависит от качества интеллекта. Это первая формула. То есть материал нужно тоже исследовать. Да, конечно. Потом Цицерон говорил, что задавался вопросом, почему так мало людей, выдающихся ораторов? Потому что над этим нужно работать. И сам Цицерон был одним из образованнейших людей своего времени. Но когда я задаю своим ученикам, назовите вот на нашем украинском небосклоне… Примеры, это продолжаем. Да, образованнейшие люди нашего времени. Это очень сложный вопрос. Ну, хотя бы пару фамилий звучат? Нет, не звучат, к сожалению. Потому что это действительно, на мой взгляд, писатель рождается из читателя. А сейчас все что делают? Не читают. Не читают, да. И отсюда нет словарного запаса. И вот тот же Цицерон говорил, словами чуть ли не поэта нужно владеть. Да, и поэтому здесь Элочка владела 30-ю в премии Момбы-Юмбы. 300 слов. А Лев Николаевич это 70 тысяч, Пушкин более 20 тысяч. Да, и мы слышим сквернословие на улице. Есть какие-то исследования? Какое среднестатистическое количество вот лексического запаса у среднестатистического человека, граждан Украины? Ну, вот в России они взяли за основу тысячу, по-моему, 200 слов, и они дают вид на жительство. Тысячу-двести слов. Словарный запас. Да, иностранец знает для того, чтобы общаться. В принципе, конечно, здесь есть понятие профессиональной лексики и общечеловеческой лексики. И есть понятие пассивной лексики и активной лексики. Поэтому чтение вслух, да, чтение вслух, оно очень много дает. Вы обладеваете этим словарным запасом уже активным, и вы это сможете использовать. То есть у человека есть словарный запас пассивный, но он им не пользуется. А когда это проговаривается, то, естественно, этим уже пользуются. Потом нет понятия подготовки к выступлению, да. Дело в том, что нужно, конечно, репетировать, нужно произносить всю речь целиком от начала до конца. Вот есть экстемпоральный метод запоминания текста американских оратороведов. То есть нужно выписать все тезисы, запомнить, потом репетировать перед предполагаемой аудиторией, от начала до конца речь произнести. Даже если вы что-то забыли, но вы же помните, чем заканчивается речь. То есть вы учите людей пользоваться мозгом. Ну, естественно, да, конечно. И потом, что такое оратор? Человек выходит и начинает говорить. И говорит так, чтобы его слышали, слышали и шли за ним. Да, он показывает, как он умеет мыслить на глазах у других людей. Вот Горгий говорил, обманите. Обманите, что вы не готовились. Что вот этот процесс мыслительной деятельности на глазах. И тогда вам будут доверять. То есть вы себя открываете. Поэтому выходит человек и выходит его личность. И умение рассуждать. И поэтому вот черная риторика, она говорит, что такое черная риторика. Это рабулистика. То есть аргументы. Это диалектика. Это умение рассуждать. Это эристика. Умение спорить. И, конечно, риторика. Это наука о построении и правильном использовании речи. То есть все сюда входит. Просто Брэдемайер назвал это черной риторикой. Но, в принципе, есть, конечно, правила. Но, допустим, анонимизированное послание. Вот пойти в предыдущую предвыборную кампанию. Вин слухае. Вона працюе. Это анонимы, которые слухают и працюют. Значит, люди не хотят себя называть, но мы понимаем, кто это. Это одно из правил. Пользуйтесь анонимизированным приемом. Или эффект тефлоновый эффект. Что это такое? Ну вот Хиллорин Клинтон и ее муж. Всем известная история про Клинтона. Но не пристало к нему. Рейтинг вырастал. Рос и рос. И здесь его всяческими историями с барышнями. То есть страска. Вот буквально на наших глазах. Мы не знаем, но есть версия, что там не все так просто. Но интерес к этим людям есть. И поэтому здесь важно, что человек несет образ определенный. И к нему, несмотря на то, что он не идеал, к нему не прилипает. Поэтому это, как говорится, тефлоновый эффект. И к Берлусконе, кстати. Несмотря на то, что наши фемен, наши барышни кидались на него, ничего не произошло. Понимаете? Здесь есть масса правил. Никогда не молчи. То есть если кто-то выступает против вас, нужно отвечать. Не нужно молчать. Не нужно повторять то, что о вас плохо сказано. Я всегда говорю своим ученикам, не говорите о себе плохо. О вас плохо скажут другие. И здесь еще одно правило. Играйте роль. Режиссируйте. Ну, а сегодня, сейчас послушают вас многие педагоги обычных образовательных школ. И не могут с вами не согласиться. Они говорят наоборот. Читай про себя, а не вслух. Категорически нет. А никому не отвечая ничем, молчи. Кого мы растим на выходе? Кого растит на выходе наша общеобразовательная система? Вы понимаете, в чем дело? Учителя тут ни при чем, и школа тут ни при чем. Дело в том, что у нас в стране даже нет кафедры риторики. Если мы, допустим, ни в одном вузе. Если мы сравним с тем, что происходит в американских университетах, они два года изучают предмет речевая коммуникация. Понимаете? И, естественно, есть кафедра, есть периодика. У нас это все просто личный интерес. Если бы у нас был факультет, где бы обучали преподавателей ораторского искусства, преподавателей риторики, то и школы были бы заполнены этими преподавателями. А так это личный интерес какого-то учителя, которому нравится это. И он дает своим ученикам. У нас нет структуры, которая бы давала возможность людям, которые хотят этим заниматься, практиковать это в школьной практике. По большому счету, такую политику должно формировать Министерство образования. Как государство. То есть у государства нет чего? Политической воли, желания растить грамотных ораторов. Денег нет. Ну почему денег нет? Ведь они какие-то специальности открывают, а на риторику у них денег нет. Ну дело в том, что некоторые вузы в свои учебные планы включают. И дальше я говорю о том, чтобы в дипломе было написано. Специалисты. А дальше кто-то, филологи очень много этим занимаются. Но у них же в дипломе написано преподаватель литературы или языка. И там у них есть на филологических факультетах, но очень маленькие курсы. Допустим, опять же, сравнивая американское оратороведение, где они два года изучают этот предмет. Мало того, в учебном плане у них есть в самой программе написать пьесу, сыграть в этой пьесе, написать критику, оформить. У нас волонтерский корпус есть, и я с одной выпускницей Чикагского университета разговаривала и видела ее диплом. Она меня попросила поставить спектакль на РГФ. И она закончила Чикагский университет и изучала предмет речевая коммуникация. Она написала пьесу, о чем я говорю, да, режиссируете, играете роли, да, мы же играем все время роли, да, мы и говорим с разными людьми по-разному. Это входит в понятие, да, речевой характеристики. Поэтому, если большой объем будет часов для обучения и речи, то, конечно, ситуация сдвинется с места. Но пока в Украине масса других проблем. У меня есть маленькие пункты реформы. Вы знаете, вот смотря на то, что происходит вообще в украинском и в одесском политикуме, вот моя бабуля, я бы вела какой-то экзамен по риторике. Если бы не прошел политик этот экзамен, ты даже прошел, народным депутатом стал, но ты не имеешь права публичных выступлений или каких-то серьезных вообще выступлений на массы, на телевидении, вообще на всеобщих собраниях. Потому что это влияет очень сильно на подрастающее поколение. Вот это качество языкового материала мы же все созерцаем. Ну да, на себя сделать ничего нельзя. Ничего нельзя, потому что у нас, допустим, в Верховной Раде такая семейственность, что какой экзамен, да, когда нацы, дети, матери, тещи и так далее у нас в Верховной Раде, а они же законодатели наши, поэтому это все, в общем-то, наивно. Из выборов, выборы, качество вот речевого материала политиков, оно не улучшается. Есть некоторые просветления, вот так бывает, но все же это тоже воздействие, это элемент культуры, это воздействие на народ, на подрастающее поколение. И как вообще, с чем вы связываете вот такое всеобщее падение норм языка? Ну, вы понимаете, очень многие считают, что сейчас вообще... Не только в политике. Да, сумерки культуры. И это связано, может быть, не с тем, что люди не хотят читать, а может быть, носители новой информации, они на это влияют, понимаете? Может быть, мы, когда, в общем-то, пришла эпоха книги, и это была новая эпоха, то сейчас эпоха книги заканчивается, потому что новые носители, они формируют наши интересы и меняют нашу речь. И, конечно, то, что мы читаем в интернете, это мусор, в основном мусор. Причем очень много писателей, которые считают себя демиургами, да, и публикуют это все в интернете. Графоманы всегда были, да, но их не печатали. А теперь они сами себя печатают в интернете и радуются тому, что их читают другие люди. Понимаете, смена происходит, и, может быть, ничего плохого в этом нет. Вы знаете, вот был момент, да, развития, как бы расширения литературного такого пласта, а потом произошло, вот когда появился интернет, мне кажется, какое-то произошло такое сжатие, сужение. То есть мы сейчас говорим короткими словами, какими-то знаками, и мне кажется, у нас сужается вообще функция речевая у всех в целом, в среднем, в мире. Ну, вы пишете письма? Нет? Нет, мы пишем смски. СМСки. Да, а когда общаемся, ну не все общаемся по электронной почте, то даже без обращений. Да, у меня был один, в общем-то, человек, который мне писал письма, и он не обращался никак и писал подпись, была кандидат юридических наук. Я перестала ему отвечать, потому что он же не ко мне обращается, потому что это кому-то в интернете, понимаете? Но это, он просто так привык. То есть анонимизмы и сокращения. То есть тенденции языковые таковы. Да, конечно. Ну и Лепцевская книжная ярмарка. Вот последние годы после ярмарки на мусор выбрасываются книги. Выбрасываются книги, понимаете? То есть другие уже совершенно, я же говорю, меняются. Мы можем в интернете иметь библиотеку собственную и читать с экрана. Да, поэтому, ну, невозможно людей оставить пользоваться только книгами. Ну, есть люди, которые привыкли, да, я не могу, мне нужно несколько раз прочитать какую-то книгу, да, вернуться к ней. На экране это, может быть, не так интересно, хочется полистать и так далее. Поэтому здесь просто привычки людей меняются, и, может быть, в этом ничего плохого нет. Ну, то есть, чтобы стать оратором на сегодняшний день, ты не можешь получить профессиональное образование, это нигде. Ты можешь от силы получить какие-то предметы в некоторых вузах, частичные, такие, фрагментарные, да, или частным образом заниматься, как вот с вами занимаются, там, очередь стоит, чтобы попасть в Калибина Петровна и Ощенкова. Ну, в киношколе, да, есть. Да, и в целом, вот в целом, как вы считаете, как можно изменить ситуацию? Или не нужно ее менять? Или нужно отдаться велению волн истории? Нет, ну, если у человека речевой профессии, да, то он, конечно, должен понимать, что ему нужно постоянно работать над речью. И профессиональные люди, конечно, это делают. То есть мы не можем говорить, что все не умеют говорить. Просто изменилась ситуация. И дети, вот вы понимаете, в чем дело? Здесь есть понятие даже скорости. И масса людей, у которых есть высшее образование, они угадайки. Они не умеют читать. Они буквы две знают, да, начинают, а потом угадывают слово. И раньше в начальной школе было понятие скорость речи, да. Учитесь секундомером. Сейчас это, на мой взгляд, я не знаю, я не работаю в начальной школе, но я вижу по людям, что люди читают очень трудно. Тяжело, да. То есть это тяжелое чтение. У меня был случай, когда молодой человек, у которого три диплома о высшем образовании, он вообще не умел читать. И был счастлив, когда научился. Такая новая, новая жизнь наступила для этого человека, понимаете? Поэтому здесь, да, да. Получается какая-то клипа сознания, и вот информационные какие-то куски человек получает, но он не фундаментального образования у него нет. Собственно, это проблема и европейских вузов, ведь специализации, спецкурсы. Вот у нас советское образование, чем оно отличалось от образования, и отличается, вот сейчас еще отличается от европейских университетов, спецкурсы. У нас читаются фундаментальные курсы, да, в медицинском университете. Что человек должен знать? Анатомию. Все, фундаментальные. И это еще осталось, в общем-то. А европейское образование, оно спецкурсы. Стоматология, гинекология. Да, да, вы после университета, вы еще должны взять какие-то курсы, чтобы работать по этой профессии. Вот, допустим, в искусстве у нас есть человек, который является актером, и у него в дипломе написано. Да, режиссер, художник. В европейских университетах нет направления, культура, да, написано, культура направления, направление искусства, да. И человек уже сам приспосабливается, овладевает знаниями, чтобы стать кем-то в культуре, стать кем-то, работать в какой-то профессии, в искусстве, да. И, в принципе, вот эта фундаментальность образования, она, конечно, нужна, бесспорно. И, может быть, это и является базой, и очень многие вузы настаивают на этом и правильно делают. Здесь много проблем, это так сразу все не разрешить. Вы разрешаете эти проблемы, частично проторивая путь самостоятельно, или есть целая система коллег, единомышленников? Ну, в принципе, вы понимаете, речью все интересуются. Но человек интересуется, но это не значит обладевать. Я очень много пытаюсь получить информации, интересуюсь и как это в американских университетах, и, в общем-то, знаю систему американского образования, ведь там именно речевого. Там предмет называется не ораторское искусство, не риторика, не культура речи, как у нас, допустим, в педагогических вузах. Культура речи, да, в театральных вузах сценическая речь. Техника речи. Техника речи, совершенно верно. У них речевая коммуникация, и они на жанры делят совершенно иначе. Ух ты. Убеждающая речь, информационная речь и развлекательная речь. То есть информационная констатирующая речь, да? Да. Убеждающая, аргументирующая речь и развлекательная. Любая. Это и сценическая, или мой рассказ о том, как я тренировала, своего пуделя. Да, это развлекательная речь? Да, развлекательная. То есть у них нет отдельно сценическая. Входит в развлекательную? Да, конечно. Да. Допустим, обвинительная речь входит в убеждающую, да? Входит. Лекция, да, входит в информационную, бесспорно. Новости на репортаж. Да, конечно. И они же, вот когда я составляю своих учеников, я им говорю, вы должны выучить наизусть монолог из пьесы. Вы должны выучить образцы. В американском этом курсе, двухгодичном, первое – это техника речи. То есть человек с эффектами фикции не имеет права работать в речевой профессии. Да, он должен навладеть голосом, дикцией, дыханием. Второе – это выразительная речь. То есть это логика. Это интонация, да? Дальше – это театр. Они так и называют театр. И когда я говорю своим ученикам, выучите монолог, они в ужасе смотрят, что значит выучить. Я говорю, ну вот американцы, они пьесу пишут. И то, что они и монологи читают, это правильно. Такие изложения и пьесы. А четвертое – это образцы речей. То есть нам нужно знать образцы речей. То есть некая типология, образы. Нет, не просто, а мы можем воспользоваться. Вот Ющенко, когда был президентом, он использовал клише из речей Марсина Лютера Кинга. «У меня есть мечта». Это королевская. «У меня есть мечта, что…» Она пользуется лозунгами. Вот это тоже черная риторика. То есть бессмысленные формулы. Украина в пр. Куда? А что там? Там ничего, там просто идет лозунг. Или воля народа, закрома Родины, да, свобода, равенство, братство. Это все, в этих словах ничего нет, потому что они сами по себе ничего не значат. Мы можем использовать для того, чтобы передать мысли. А какая должна быть политическая риторика, чтобы она была смысловой? По законам, в жанрах. Должны знать образцы. И нужно выучить и речи Александра Македонского, да, и речи Горгия, Черчилля, Наполеона. Наполеон, кстати, был блестящим оратором. У него были очень короткие речи. Он говорил, что единственный эффект, которым он пользуется, это тройной повтор основного тезиса. И вы будете мучиться, пытаясь выяснить, а где он повторил. Другими словами. Да, но вот Линкольн, все студенты американские знают геттисбергскую речь, Линкольн. Да, и в чем загадка его речи? Он в первой фразе говорил о том, что Америка это страна, которая создавалась волей народа, для народа, да. И он говорил о том, что погибли ради свободы, ради того, чтобы была демократия. И в конце он тоже сам, он переформулировал основную свою идею. То есть одна идея три раза, разными словами. Да, совершенно верно, и тогда мы впечатываем. Но когда одни и те же слова произносятся, то возникает противоречие между текстом и подтекстом. Как вот в пьесе Шекспира Юлий Цезарь, да, Антони говорит, а Брут весьма достойный человек. И те, другие тоже благородные. О, Брут весьма достойный человек. Да, понятно толпе, что надо пойти и бить Брута за то, что тот убил Цезаря, да. То есть когда мы, здесь разный контекст, когда мы переформулируем, мы впечатываем. И еще что. Ведь информация воспринимается минимально. Вот человек сидит и слушает лекцию. Он три всего процента запоминает. Все, ему нужно впечатать. И вот черная риторика говорит, сделайте какую-то фразу такую, чтобы она запомнилась. Почему называется черная риторика? А просто Брэдемайер так назвал. Она никакая не черная. Тогда просто все входит, много правил. Нет, которыми можно пользоваться. И здесь эти правила, они помогают. Да, и черная риторика говорит. Какая-то убойная фраза, да. Кеннеди говорил, я берлинец. Да, в своей речи, когда была еще Берлинская стена, он трижды повторил, я берлинец. То есть он что хотел сказать Германии, что я с вами. Я свой. Да, я ваш, я вместе с вами, да. То есть вот этот повтор, он впечатал, хотя он здесь, в общем-то, не переформулировал, да. И это тоже работает, потому что здесь включается эмоциональный момент, да. Мы должны всегда эти приемы понимать в контексте. И перед любым выступлением мы должны сформулировать этот основной тезис и его впечатывать, да, аргументировать, и чтобы он был понятен. И тогда, естественно, понятна основная наша идея. То есть здесь существуют приемы, которыми нужно пользоваться, и тогда можно стать выдающимся оратором, да. И эффект релаксации, да, какие-то шутки, каламбуры, их тоже необходимо использовать. То есть чем будем удивлять и чем будем развлекать? Два момента, на которые нужно ответить перед тем, как человек выходит и говорит. Потому что развлекать тоже нужно. Но вы преподаете теорию и историю культуры. Я не преподаю теорию и историю культуры. Я доктор искусствоведения по специальности теория и историю культуры. Поэтому меня интересует все, что касается культуры, искусства. И мне это нравится. Я очень много этим занимаюсь, читаю. Вопрос в том, что вот на протяжении веков менялись руководители, цари, императоры, и украинские, и российские. Все-таки из истории. Можно выделить пару примеров наших, скажем, славянских, у которых стоит брать пример с точки зрения риторики? Ну, хочу сказать идею, главную риторическую. Не переходя на персонали, главная идея, вот я говорю о американской школе, риторической школы Киево-Могилянской академии. Когда она была организована. Потрясающая идея. Нет ни в одной стране этой идеи. О чем бы вы ни говорили, всегда говорите светло. Красиво. Да, и, к сожалению, вот это потеряно. То есть оптимистично. Обо всем нужно говорить светло, потому что все-таки свет в конце тоннеля должен быть. Понимаете? И тогда люди воспринимают. В светом всем нам царствует. Да, а когда человек угрюмый, да, он все время нагнетает какой-то негатив, то люди выключаются, они не хотят этого. Понимаете? Поэтому обо всем нужно говорить светло. С надеждой. И это потрясающе. И, конечно, школа Киево-Могилянской академии, она настолько была серьезна, что каждый преподаватель собственный курс читал. Авторский курс. Да, и, конечно, хорошо бы... Есть светло в истории, не знаю, Ярослав Мудрый, Петр Первый, кто-то бывший, ну, конечно, ну, да, Петр Первый говорил, заговори, чтобы дурь твоя видна была. Так что, да, человеку говорите, и все о нем уже понятно. Да, что формула гениальная, на мой взгляд. Ну, в принципе, если дополнить речь, известную речь Цицерона, что поэтами рождаются, ораторами становятся, можно сформулировать, следуя вашей логике, да, что ораторами становятся как? Интеллект плюс чтение плюс выживание в роли и тренинг, практика. Да, конечно. Ну, вот люди же ходят в фитнес-клубы, да, спортзалы, то есть свои мышцы тренируют, мозги точно так же нужно точить. Их тренировать, да. И тогда, конечно, мгновенный человек проявится, он будет интересен. И одно другое дело, ведь масса есть фактов, когда человеку много знаний, но он не может их выразить. Вот здесь нужна практика. То есть здесь все в комплексе. Как Цицерон стал выдающимся оратором? Он переводил с греческого на латынь, с латыни на греческий. Впитывал себя в богатстве языков. Он сам был практиком, да, он был же и теоретиком, да, он был адвокатом, и он был политическим деятелем. И квинт Росций его обучил еще приемам, которые он использовал. То есть представьте себе ситуацию. Марк Тулли Цицерон выступает с политической речью. И одновременно с его речью мим. В первом веке до нашей эры была мода на пантомиму. Это был самый популярный вид искусства. А мим изображал пантомимой его мысли. Ну да. Марсель Марсо великий, да. Он настолько, это были гениальные пантомимы, что слов не нужно. На сегодняшний день. И какие приемы, да. Нам кажется, что мы все изобретали. Давайте возьмем то, что изобрели и греки, и римляне, да. Изучим это. Ну да, изучим это хотя бы. Альбина Петровна, у нас есть сюжет от ваших коллег, которые изнутри знают ситуацию, как вы шли к своим профессиональным достижениям и как им с вами сотрудничается. Давайте посмотрим. Кто сделал пять шагов с премудрою Альбиной, интеллигентством защищен от жизненной лавины. Альбина Петровна Чинникова, доктор наук, профессор, была такой прелестной, спокойной, разумной, симпатичной девочкой. Она начала писать докторскую диссертацию. Я в это время уже защитил эту докторскую диссертацию. Знаю, как она все-таки преодолевала бюрократические барьеры на пути защиты диссертации. В совершенно феноменально короткие сроки стала доктором искусстведения, одним из немногих в Украине. Всегда удивительный, интересный человек, всегда была цельной. И до сих пор Альбина Петровна для меня такой образец эстетических и нравственных ценностей. У нее прекрасное чувство ее, просто великолепно. Она очень веселый человек, жизнерадостный человек. Она человек светлый, и мы от этого светимся. Она читала несколько очень сложных курсов. Студенты ее очень любили. Ставьте себе юную студентку, напуганную обилием предметов и преподавателей, и такой непонятный и сложный предмет, как риторика. Она многим помогла с точки зрения преподавателям и студентам, с точки зрения постановки речи, умения оценить ту или иную ситуацию. Она пришла преподавать красивая, элегантная, уверенная в себе женщина. Альбина Петровна делает просто чудеса, она может за два часа поставить речь. Она делала замечания так, как это может делать профессионал. Студенты, которые раньше этот курс избегали, они все стали приходить и воспринимать то, о чем шла речь. Она учила быть творческим человеком, а научить творчеству, ведь это же колоссальный труд. Что делает строгий преподаватель? Один раз делает замечание, второй раз, на третий отправляет его погулять. Вот это строгий преподаватель. Альбина Петровна не относится к таковым. Человек очень принципиальный. Помощник депутата звонит Альбине Петровне и спрашивает, не могли бы взять вы на обучение вот такого-то депутата. Альбина Петровна задает вопрос, а как у него с интеллектом? Наступила пауза, по-видимому, помощник депутата консультировался с боссом. И через минуту он спрашивает, а если без интеллекта? Через всю жизнь, вижу ее по жизни, она правильно все делает и делает точные совершенно какие-то вещи. Это один из людей, о которых я вспоминаю, когда мне трудно, когда я стою перед сложным вопросом. Она пишет светлыми красками всю свою жизнь и это радует просто. Убрав повязку и весы за спину и отложивший ритуальный меч, Фемида с Немезидой для Альбины расписывают праздничную речь. Но могут ли их правовые чувства сравниться с тем, как полыхает кровь, как просыпается в ораторе искусство и как оно недостижимо вновь? Партнер проекту ювелирная компания «Сейнт Даймонд». Ну как вам комментарии ваших друзей? Ну потрясающе, очень хорошо. Стихи понравились? Да, конечно. Что это за история с депутатом? У него интеллект есть? Нет, я не буду уточняться, это очень смешная история. Ну очень правильный вопрос. Есть интеллект, мы будем работать, нет? Ну так дело в том, что если у человека проблемы с мыслительной деятельностью, то ему ничего не поможет. А были ли случаи, когда вы отказывали? Да, конечно. То есть далеко не каждый может записаться на Курске Левне Ветровне. Отлично. А у меня такой будет вопрос, Альбина Ветровна. Все-таки меня очень интересует языковая проблема в нашей стране. Ей очень много спекулируют, манипулируют. И в конце концов у нас на сегодняшний день идет и угасание и русского языка, и нерост украинского языка. Это ужас. Все-таки вот дети, которые обучаются сегодня в школах, конечно же, необходимо помнить свои корни, знать свою речь, развивать ее. Но в школах происходит нонсенс. Те преподаватели, которые вчера говорили на русском, сегодня говорят на крявом украинском. Многие есть некоторые, которые, конечно, говорят хорошо и владеют безупречно украинским языком. Но дети в итоге некачественно владеют украинским и теряют авторитет русского. Что происходит и как влияет на эти процессы? Ну, вы понимаете, чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот в Юрокадемии потрясающе. Есть поток русский, украинский, английский, французский, немецкий. Это только расширяет знания студентов. И студент может выбрать. Что касается школьников, то, конечно, это зависит от школы. Там же идет определенное количество часов, которое дается на языки. И дальше школа распределяет. И ребенок еще, вот все-таки психологи считают, что иностранным языком можно заниматься с 10 лет. Когда уже полностью человек обладел какими-то навыками, навыками языковыми, да, и он может прибавлять языки. И здесь, конечно, в распределении часов. И сейчас ситуация ужасная. То есть ни русского, ни украинского. И, наверное, все-таки в расширении часов все дело. То есть, на мой взгляд, не прибавлять, еще другие предметы загружать. А язык — это база. Вот это фундаментальная вещь. Вот смотрите, я рассуждаю как экономист. Я знаю, что если есть спрос, то на него найдется и предложение. К примеру, о чем речь? То есть мы говорим вот на юге Украины, а на востоке Украины 90% говорит на русском языке. Русский язык — наш основной язык. Зато насильственная система внедрения украинского языка заставляет преподавать на украинском языке, особенно в вузах. То есть происходит некое такое насилие над языком. Все-таки не сказывается ли это на любви или не любви к использованию языка? Не нарушает ли это какие-то традиции веков? То есть вот как с этой проблемой бороться? Ну, это очень сложная проблема. Дело в том, что на человек... Почему я не могу пойти и за деньги выбрать вот там английский курс, русский курс? Почему я не могу выбрать русскую школу для своего ребенка? Ну, дело в том, что есть же у нас русские школы, есть украинские, родители выбирают. Они частные и очень редкие. То есть не всегда все остальные предметы там соответствуют этому уровню планки русского. Ну, я не знаю формальных моментов в этом плане. Но мне кажется, что, конечно, нужно дать возможность, допустим, открывать частные школы, языковые, да, и где обучать разным языкам. О том проблема. То есть если мы в быту говорим на русском языке, а учимся на украинском, не происходит ли здесь такой вот диссонанс? Конечно, происходит. Человек переводит. Человек думает на каком-то одном языке. Психологически правильно на том языке, о каком говоришь, на том и получать знания. Да, конечно. Человек думает на русском или на украинском, он и должен обучаться на этом языке. То есть здесь должно быть соединение интеллектуальной деятельности и языковых проявлений. Ну вот когда мы учились в школе, я помню свое детство советское, да, мы учились на русском языке, но у нас очень качественно преподавался украинский язык, поэтому мы очень хорошо владели украинским языком. И была какая-то грань украинский, русский. И ты оба языка держишь в какой-то такой чистоплотности. На сегодняшний момент, не знаю, может быть, это мое восприятие, я вижу, что происходит украинизация русского и русификация украинского. То есть вот такое. Кони-люди. Да, это есть. Но еще раз. Мне кажется, ну это мое мнение, что есть определенное количество часов в учебном плане. Да, на языки. И если раньше в школе учили русский и украинский, все учили, да. И много учили. Да, и много. Но было мало иностранного языка. Сейчас увеличили иностранный. А сейчас увеличили, да, причем один или два языка, да. Русский, украинский остался. И просто уменьшилось количество часов. Ведь школа не может, у нее есть учебный план, да. И ученик должен за весь период обучения получить такое-то количество часов. Значит, нужно, может быть, сокращать за счет каких-то других предметов, которые, ориентация, да. У нас же есть в школах уже профессиональная ориентация на какую-то профессию. Мэйситы, еще какие-то курсы. Да. Понимаете, значит, а ребенок не в состоянии все переварить. Нужно за счет каких-то курсов, которые не нужны увеличивать количество часов. Пути, на мой взгляд, другого нет. Ну, вот все-таки считаю, общеобразовательную школу очень важны для того, чтобы создавать основы для хорошей речевой культуры в будущем. И поэтому, если вот здесь заложить какие-то основы, большее количество часов русского и украинского языка, большее количество, может быть, специальный курс риторики в школе, как вы считаете? Конечно. Основы презентации, основы риторики. Конечно. Как в частном порядке. И в каждой школе есть программа, и министерство, в общем-то, хотело этого, да, и были программы школьные. Но примеров еще пока таких нет. И я писала программу уроки театра для школ. Но кому преподавать? Ведь нет отделений, да? Вот должно быть, наверное, отделение в педагогическом университете, где бы выпускали учителей риторики. А как вы относитесь к тому, даже не проблеме, а тенденции, которые происходят на рынке сейчас, в нашей жизни? Сейчас очень многие родители хотят обучать иностранным языкам детей чуть ли не с трех лет. Да, с двух лет. Это ужас. Сумасшедшие родители. Не меняется ли как бы природная артикуляция? Конечно, меняется. Когда у нас киностудия работала, и один режиссер, снимая фильм о детях, попросил меня, чтобы я поработала, потому что он хотел, чтобы озвучивали дети. И я работала с детьми для того, чтобы они озвучивали. Очень талантливый был мальчик, 7 примерно лет. И он, естественно, у него артикуляция... Решла на русский? Да, я задала ему вопрос. А с какого возраста ты учишь английский? Он говорит, с двух лет, так гордясь. Я говорю, ну, да. И стала на русский работа, причем два года уже не проявляла никаких желаний. Вот. Но я ему объяснила артикуляцию. То есть иностранные языки, они нужны. Так? Но ребенок еще не овладел артикуляцией родного языка. А ему уже... Его обучают уже другому языку, где другая артикуляция. И это впечатывается, и он не виноват. Он перенес эту артикуляцию уже в родную речь. То есть иностранные языки нужно изучать лет с 10? Да. Так психологи считают. Другое дело, что вы живете в языковой атмосфере. Допустим, мама с папой говорят по-французски. Папа говорит с детьми по-португальски. Мама говорит по-русски и по-украински. Дети слышат. Им не ставят эту речь. Они просто естественно впитывают. А здесь же именно обучение артикуляции иностранного языка. И, конечно, влияет на... И очень много недостатков у детей, которые, в общем-то, с двух-трех лет начали изучать иностранные языки. И этим детям нужно, естественно, менять артикуляцию, когда они обладевают уже родным языком. А вот скажите такой момент. Вы такой вот завзятый специалист. Сколько у вас уходит времени на работу? И сколько времени уходит на семью, на отдых, на хобби? Ну, во-первых, я к каждому занятию готовлюсь. Ну, это никто не сомневался. Да, к каждому занятию. И дальше расписан весь день по минутам. Остается что-то для семьи? То есть, ну, а как же? Конечно, обязательно. И в связи с тем, что день расписан, это меня как-то организует. В принципе, я неорганизованная сейчас. Но у меня есть план дня, и я вечером должна сама перед собой отчитаться. А что не сделано? И не лягу спать, пока не сделаю то, что у меня... Повышенная планка ответственности. По плану вот этого дня, да. А иначе совершенно невозможно. Просто будут глаза слепаться, а я должна это сделать. Я знаю, что у вас уже взрослый сын. Последовал ли он примером мамы, папы? Стал ли он тоже специалистом искусствоведения? Ну, он живет в Москве, работает на телевидении. У него два образования. Он закончил физфак в Одессе. И закончил сценарный факультет в Москве. У него два диплома. Физик и кинодраматург. То есть решил из технических точных наук перейти в творчество больше. Никому не повредило. Вообще любые фундаментальные знания никому не вредят. Вообще, он, когда учился в школе, у него способности в математике. У него математические мозги. Когда он читал условия задачи, он тот же давал ответ. И когда мы спрашивали, а как? Он говорит, я не знаю. Но ответ он дал. Ну, то есть, и поэтому он говорит, почему, все спрашивали, почему ты не занимаешься математикой. Мне это неинтересно, потому что я это умею. И поэтому занялся тем, что он не умел. Ну, кого, кого? Ну, наверняка, собственного сына вы сделали оратором. Ну, в принципе, да. Когда он рос, у него, значит, был недостаток. И меня все стыдили. Но потом мы исправили этот недостаток. И уже меня никто не ругал. Вы потренировались близких. Я поняла. У нас есть маленький сюжет. Я знаю, что ваш сын очень далеко. Он живет в Москве. Но мы добрались к нему. И у нас есть маленькая такая связь с сыном. Давайте посмотрим этот сюжет. В моем сознании она, скажем, связана с театром. Потому что она тогда много, я тогда школьников, она много в театрах, работала там. Мама, для меня это мама в театральном крестнице. Очень активно занималась теннисом. И еще такой есть образ, да, мама в театральном крестнице. Она там немножко тоже научила играть. Ну да, в основном папа ругал, конечно. Мама, кажется, мишка. Я даже не могу такого примера привести. Как папа ругал, помню. А мама всегда как-то мягчилась. Я знал Таня, а дочка, они с ней как бы отменивались. Она мне стала даже книжечкой. Она смесила новую серию. Написала еще одну сказку. Так что будем надеяться еще одну книжку. Дедушка наукой все-таки принималась. Хотя я про него же снял документальный фильм. И мы там в юности, в общем, тоже театром увлекался. Хотя это не как в моей воздательшей жизни. В общем, и театр был. Ну, я, знаешь, после школы там поступал в эти театральные вузы. И тут, конечно, она меня поддерживала больше всех. Естественно, на этом во многом было влияние мамы. Конечно. Однажды я с мамой снимался в кино. Когда мне было лет шесть или семь, играли здесь маму и ты на каком-то эпизодике, если нет, снимали вообще. Ну, в общем, так вот атмосфера в Томи была очень плотчинкой. В Томи было всегда очень много интересного на роду. Мне кажется, главное в ее личности, это такая просто ровная энергия и приустремленность. Она ставит все ее на цели и добивается их. Бывает, чего бы не хотелось. Ну, здоровью, конечно, надо. Мне кажется, счастливы, что и все очередные цели, которые это предполагает, ставят, потому что там не должно быть. Ну, и чтоб себя расслабить. Партнер проекту ювелирная компания «Сейнт Даймонд». Скайп, конечно, еще не идеальная картинка по скайпу идет, но уже, видите, можно запросто связаться с любым человеком в любой точке мира. Ну, да, да, потрясающе. Отлично. Видите, Алексей молодец. Сказал тоже теплые слова. Я знаю, у вас там внучка живет тоже в Москве. Да, да. Собираетесь делать из нее актрису или великого оратора? Нет, я хочу, чтобы она была счастливой девочкой. Да, правильно. Скажите, пожалуйста, вот много уделяет внимание, вы уделяете внимание работе, много уделяете внимание и семье. А все-таки столько лет быть на высоте, защищать диссертации, скорее всего, у вас тоже есть такая большая поддержка и от мужа. Да, конечно. Муж всегда поддерживал интересы? Или вы часто спорили по вот разным моментам? Ну, без спора невозможно, но, в принципе, конечно, он меня очень поддерживает. Ну, вы как специалист в споре, в аргументации умеете спорить, да? Да, ну, он меня очень поддерживает. И, в общем-то, наш роман начался с того, что я с подружками готовилась к экзамену по философии, и он нам отвечал на все вопросы всего курса философии. Вы были студентами вместе? Да, да. Нет, он уже преподавал тогда. Ага, он преподаватель. Преподаватели, да, было, мы должны были сдать. В связи с тем, что я училась отлично, мне нужна была пятерка. Я выслушала его одна, все остальные уснули. Ему это так потрясло. Вот так он еще сженит. Потому что я буду слушать его все время. Вот видите, как хорошо. Так что я периодически к нему и сейчас хожу на лекции. Он иногда недоволен. Ты меня напрягаешь. Какой предмет он преподает? Философия. Ну, это очень такой благодатный предмет. Да. Зачем ты ходишь? Я очищу мозги, просветляю свои мозги. Мне тоже нужно иногда немножко упорядочить. Но вашу супружескую пару называют такой одной из идеальных, счастливых семейных пар. Поделитесь, в чем секрет хороших супружеских отношений, счастья в семье? Ой, тут секрета нет. Вернее, может быть, много секретов. Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Просто хочется быть с этим человеком и получаешь что-то взаимное. Поэтому здесь я не могу дать никаких советов. Может быть, ваш муж даст пару советов. У нас на связи ваш муж. Посмотрим? Давайте. Знаете, сколько лет мы живем? 49 вместе. Поэтому 49 лет без компромиссов прожить точно невозможно. Я знаю, где она будет считаться со мной. Я знаю, чем она мне дорога и где я могу на нее опереться. Вот это вот важно. Альбина Петровна была студенткой, а я уже немножко начинал преподавать. Вот она и ее подруги пригласили меня, упросили меня, чтобы я подготовил их к экзамену по философии. И я рассказывал почти до утра. И все девочки уснули, было их человек пять. Ну, как можно равнодушным остаться к девушке, которая одна до утра буквально заглядывала к тебе в рот и всячески давала понять, что ты ей интересен. Это же невозможно устоять. Я вам скажу, когда она произвела на меня очень сильное впечатление. После родов, через несколько дней, я попал в роддом. Такая была стеклянная дверь, закрашенная. Но предыдущие поколения отцов соскребли эту самую краску, и была такая дырочка. И я увидел ее в белой косынке. Она была потрясающе красива. Она больше никогда не была ни до того, ни после такой красивой, как в тот день, когда я ее увидел. Она готова своего сына была оградить от чего угодно, отобрать у кого угодно, потому что это ее сын, и его обидеть было невозможно. И взгляд лишний бросит, и интонация в голосе как-то меняется, когда она с сыном разговаривала. Абсолютно обожаю младшую внучку. Есть детские фотографии, и видно сходство. Детские фотографии Альбины Петровны, сходство видно. Никто не скажет, что она лишена чувства и умера. Иначе как бы я ей рассказывал всю жизнь разные анекдоты. Я открываю шкаф, не знаю, где я возьму ту вещь, которая вчера стояла на этом месте. Честно скажу, что картошку пожарить я, пожалуй, смогу повыше, чем она. Я думаю, это не сильно уронит ее в глазах общественности. Она любит и умеет учиться. Вы, может быть, не поверите, но профессор Апсильникова и по сей день ко мне приходит на лекции. Она учится, и это меня поддерживает. Я учусь у нее учиться. Вот, Альбина Петровна, вы не могли раскрыть секреты, а муж все раскрыл. Ну да, я не угадала. У меня учится. Еще все впереди. До сих пор приходит на мои лекции, конечно. Вот такая вот любовь. Ну отлично. На самом деле желаю вам большого счастья и с внуками, и с сыном, и с мужем. Вы искрометный такой человек, с которым приятно рядом быть. Но у меня в конце тоже такой маленький сюрприз. Как вы нас и учили, первая фраза, последняя фраза. И в конце у нас сюрприз, ассоциативный портрет. Ваши короткие ответы на мои короткие вопросы. Готовы? Да, конечно. Итак, профессор Альбина Петровна Овчинникова. Теперь я точно знаю, в жизни главное... Главное быть веселее. И проще. Вот так вот. Мои родители верили, что я... Ну, что я достигну всего, чего я хочу. Главным достижением Украины за последние годы я считаю. Главным достижением Украины? Да. Ну, я считаю демократию, конечно. Главной ошибкой Украины я считаю. Ой, очень трудно ответить, не могу. У меня нет ответа. Для меня авторитет. Авторитет любой умный человек. Я буду всегда прислушиваться. Из мировых лидеров я симпатизирую. Лидеров? Да. Но мне нравится, даже сложно сказать, кто из ныне... Нет, я могу только пошутить. Не из прежних, не из нынешних. Ну, наверное, гавил. Я выбрала эту профессию, потому что мне интересно ей заниматься. Я с удовольствием занимаюсь этим. В конфликте я? Я тушуюсь вообще, в принципе, в конфликте. Да, я придерживаюсь мнения, что не нужно критиковать людей как-то иначе, потому что критика всегда зажимает человека. И поэтому я дотушуюсь. Я не подам руки человеку, который... Я подам руку. Современным людям не хватает? Не хватает, наверное, легкости какой-то, простоты. Я говорю, играйте роль, но мы говорим о риторике. А в принципе, будьте естественными, наверное, это самое главное. Вы удивитесь, но я веселая. Мой любимый цвет. Цвет у меня... Я люблю зеленый, я люблю фиолетовый, я люблю... Вообще, я люблю пастельное. Я боюсь. Ой, это очень тяжелый вопрос. Боюсь потерять. Я никогда не прощу? Не знаю. Может быть, подумаю и прощу. Если у меня будет защитный амулет, я отдам его... Я отдам его сыну, конечно. Моя слабость? Моя слабость, в общем-то... А я сильная. Моя сила? Моя сила — это моя слабость. И мой секрет успеха? Мой секрет успеха — быть постоянно чем-то интересоваться. То есть мне очень многое интересно. Человек, которому многое интересно. Человек, говорящий светло. Вот так я могу охарактеризовать вас в конце программы. Спасибо большое, Альбина Петровна, за диалог. Спасибо большое за участие в нашей программе. Я желаю вам больших сил и энергии в вашем нелегком, но очень востребованном труде. И дай бог, чтобы в нашей культуре, в нашем народе, в нашей истории речевые ценности, речевые традиции только увеличивались, только развивались, повышались, поднимались на более высокую планку. Всего вам хорошего и спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо огромное. Мне интересно, почему вы придумали такой проект. Вот что заставило вас это придумать? Объясняю. Именно вам объясню, потому что вы мой учитель, в том числе и по риторике. Мне это будет интересно вам передать. Бренд в переводе — это некая идея, смысл. То есть люди, которые в своей жизни создали некую новую материю в виде новых идей, новых учений, смыслов, принесли какую-то пользу обществу своей работой, своей деятельностью. Вот эти люди, я считаю, должны быть узнаны другими людьми и должны быть услышаны обществом, признаны обществом. Поэтому вы сегодня в нашей программе. Ну, очень хорошая идея. Спасибо вам огромное. Я восхищаюсь тем, что вы это придумали. Это очень интересно. У нас специальный подарок для участников нашей программы. Это специальный, кстати, у нас есть для мужчин мужской, а это женский кофе. Совершенно потрясающих сортов, какой-то невероятный кофе для женщин. Спасибо, спасибо огромное. Вот так вот. Спасибо. И вспоминать нашу программу. Спасибо. Очень приятно. А у меня тоже есть для вас подарок. Вот теперь в программе Люди Бренды будет Ломоносовский фаркор. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо. Мы такой специалист. Мы очень рады с вами знать вас и с вами работать. Спасибо большое. Дорогие зрители, спасибо вам, что вы смотрели нас всё это время. И будьте с нами. В следующую субботу новый гость, новый герой нашего времени. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами была Ольга Язарова. До свидания. Партнер проекта ювелирная компания «Сейнт Даймонд». Субботу. Мастер проекта ювелирная компания «Сейнт Даймонд». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...